Весной на выставке СелиЭкпа компания Робинсон представила новую стеклянную панель на всю линейку своих вертолётов. В мае в Подмосковье поступили, а на днях прошли российскую сертификацию первые два вертолёта с обновлённым пилотажно-навигационным оборудованием, которое включает в себя Гармин 750 и Аспин Е2000 Pro. Новая панель стоит порядка 15 тысяч долларов, но за счёт исключения ряда будильников, общее удорожание стоимости вертолёта незначительное. Технологии не стоят на месте, и только очень дорогие машины могли себе позволить установку стеклянной кабины, то теперь и более демократичные Робинсоны могут включить в состав пилотажно-навигационного оборудования многофункциональные дисплеи. Сейчас, я бы сказал, два вертолёта 66-х флагманских в полной комплектации и с Гармином 750 и с Аспином уже есть на нашей площадке. Электронные аналоги работают на основе электронных акселерометров, гироскопов и используют данные навигационных систем. Имеют встроенную систему электронных приводов и ИЛС для маршрутных полётов. Пилоты, купившие новые вертолёты, отмечают возросшую информативность и общую комфортность. Выясняя принцип работы этого прибора, я нашёл очень интересную одну вещь, что традиционный горизонт может потихонечку начать отклоняться от правильного положения. Если вертолёт не летит стабильно в течение 15 минут, а постоянно идёт болтанка, то надёжность этого прибора даже в таких условиях выше всяких похвал. То, что я показывал в полёте, мы можем видеть направление ветра, направление скорости ветра, она рассчитывается автоматически на основе данных с GPS и данных о воздушной скорости и курсе вертолёта. Также рассчитывается автоматически истинная воздушная скорость и скорость относительно Земли. Ещё из плюсов нового оборудования можно отметить, что в случае отключения питания панели и отказа основного гармина включается автономный аккумулятор панели Аспина, работающий порядка 20 минут. А в двух радиостанциях с сенсорным управлением есть возможность вызвать частоты из памяти, посмотреть частоты ближайших аэропортов или связанных с планом полёта. При этом каждая радиостанция мониторит вторую частоту и позволяет слушать дополнительный радиообмен, а новая аудиопанель воспроизводит звуки пар отличным направлением. Например, голоса пассажиров в гарнитуре могут звучать слева и спереди, диспетчера справа и спереди, параллельный радиообмен будет слышаться справа и сзади. Мощность радиостанции 10,16 Вт, что немаловажно для перелётов на больших высотах или в удалённых районах.